книга открытым оком тема старообрядчества том 11 вопрос 2474 какие такие данные есть в истории старообрядцев что они возомнили о себе что они одни угодны богу расскажите хотя бы вкратце о их возникновении и в чем они правее всех людей отвечает игнатий тихонович лапкин глупые снобизм и темнота в свечении самопревозношения библия у них никогда не стояла на первом месте а только длинные непонятные богослужения народ привык томиться и это им в сладу у них нет другой проповеди кроме этой вот ты идти к переходи к нам это от дикой глупости и нечеловеческой злобы более злобных людей и непримиримых и немирных не встречал ни в одной секте даже тоталитарного покроя их священно-инок симеон дурасов пишет но и наши старообрядческие подходы подчинены только одной цели отгородиться от никониан любой ценой вплоть до неправды и хулы они таковы как будто это нас ныне живущих старообрядцев только что сняли с дыбы и вытащили из костра и мы кроме этих дыбы и костра ничего перед собой не видим и не понимаем это тоже болезненный признак говорящий теперь уже о нашей духовной слабости кавычки закрыты еще одна цитата за 15 лет до падения константинополя 1453 году византийские патриарх и царь признали унию с римом вошли в нее а москва осталось верной православию отсюда теория богоизбранности русских московского государства стоглавый собор 1551 года решительно настоял чтобы русская церковь пользовалась древним двуперстным знамением и запретил пользоваться новым трехперстным знамением введенным в греческой церкви только в тринадцатом четырнадцатом веках в 1589 году поставлен первый русский патриарх иов по поводу чего из финансовых надежды личных константинопольский патриарх иеремия признал официально превосходство русского благочестия так утвердилось учение о москве как о третьем риме на брестском соборе 1596 года русские епископы признали главенство папы и заключили унию с римом но простой западно русский народ остался верным православия на церковном соборе 1620 года митрополит патриарх филарет настоял на перекрещивание выходцев из западной руси за годы 1595 по 1657 в константинополе были было более 40 перемен патриаршем престоле многие из них в разной степени склонялись к риму папству патриарх филарет предложил всем у него на службе иностранцам немедленно перейти в православие или в отставку по его требованию все иностранцы были переселены на кукуй немецкая слобода и временном и временно была закрыта протестантская церковь говори да по его требованию все иностранцы были переселены за кукуй немецкая слобода и временно была закрыта протестантская церковь в начале 17 века на руси проповедь до неронова было почти неизвестно он же проповедовал как в храме так и вне на улицах и площадях нижнего новгорода по иоанну златоусту 1636 году девять нижегородских протопопов и священников во главе с нейроновым подают патриарху и асофату приемнику филарету память челобитную с просьбой принять срочные меры для сохранения благочестия и спасения православия благодарю до патриарх и асоф не исафат полу русский полу мордвин никон родился в 1605 году в селе вальдиманове в 12 лет ушел от мачехи в макарьевский желтоводский монастырь у нижнего новгорода но в 20 лет оставил монастырь не став монахом женился и получил приход неподалеку от монастыря дети умерли уговорил жену подстричься и сам ушел как инок ванзерский скит на острове около соловок не ужился с братья перешел в коже озерский монастырь никон целиком принял программу боголюбцев его природный и ясный ум высокое мнение о роли церкви в государстве энергия дар слова произвели сильное впечатление на молодого царя на 24 года моложе никона внутри в кавычках главного штаба боголюбцев особенно сблизились царь алексей никон артищев 9 марта 1649 года столичный архимандрит и кавычках сабины и друг царя никон 44 года стал митрополитом второй по величине и историческому влиянию и богатству в россии старинной новгородской метрополии вакуум родился около 1620 года в районе нижнего новгорода 1642 году он был уже священником в 22 года в селе лопатище 1651 году переходил в юрьевец а в 1652 году в москву царь не поддержал патриарха иосифа который под его давлением отложил вопрос о единогласии и запросил парфеня патриарха константинопольского совета по этому вопросу на что тот категорически ответил 16 февраля 1650 50 года единогласия не только возможно но должна вести во всех церквях ссылаясь на слова апостола павла лучше пять слов сказать со смыслом и других наставить нежели тьму слов на незнакомом языке первое послание коринфянам 14 глава 8 9 стихи 9 февраля 1651 года собор постановил ввести единогласие уже в июле 1651 года вышел из печати новый богослужебник в кавычках мятеж протопопов против епископата на соборе 1649 года было закономерен что объяснилось противопоставленностью епископства которое было исключительно из представителей монашества черного доходит духовенства не понимавших нужды низшего клира и часто презиравших менее образованных более бедных менее влиятельных собратьев из приходского духовенства эти боголюбцы хотели сделать из россии если боголюбцы хотели сделать из россии один вселенский приход чающие наступление царство небесного за божественной литургии то капитон лесные со старцы в один строго аскетический изуверский аскетизм монастырь ожидающий страшного суда даже таинство и священство по его вероятно мнению безблагодатны бессильны в борьбе за спасение души бились насмерть а библию в руки как будто не брали никогда тысячи сгорели с ожигоже ся божьей милостью чтобы только не отдаться в руки царских опричников чтобы их не принуждали жить по никоньянске никонова преступная реформа разделила русь непокоившихся ей стали называть староверами и раскольниками если бы они не связанные с официальной церковью поставили во главу угла библию то сегодня это был бы светильник но так как библия им не нужна то они скатились в болото застоя и непрерывная злоба и ненависти ко всем кто не с ними да и между собой они разделились более чем на 50 толков течений книга деяний 5 глава 38 39 стихи и ныне говорю вам отстаньте от людей сих и оставьте их ибо если это предприятие это дело от человеков то она разрушится а если от бога то вы не можете разрушить его берегитесь чтобы вам не оказаться и бога противниками 3 книга царств 12 глава 16 стих и увидели все израилитяне что царь не послушал их и отвечал народ царю и сказал какая нам часть в давиде нет нам доли в сыне иисеевом по шатрам своим израиль теперь знай свой дом давид и разошелся израиль по шатрам своим помешались на экуменизме и на неверном его понимании осуждение лепят каноны о запрете моления с еретиками не понимая кто есть еретик а клеят друг на друга слова еретик как истовы правоверные старообрядцы для которых все кроме них самих конечно еретики по их понятию если молятся еретики ты должен быть за тысячу верст от них и быть перевернутым вверх ногами то есть вместе с не его единоверцами одновременно не кланяться а чуть пораньше поклон сотворить или попозже но не синхронно с тем кого мыслишь и ретиком тут не просто детское понимание тема дикое невежество и закоснела упрямая самость полное омертвление души и совести простите тут не просто детское понимание темы а дикое невежество и закостенела упрямая самость полное омертвение души и совести они считают себя стерильно чистыми что они закупорены своей консервной банки и ни с кем решительно ни с кем никогда и во веки веков никогда не молились это же и есть их главный козырь сохранения но чего чистоты и незамутненности своего тупого невежества глубейшего глупейшего снобизма первобытной замшелости и дикого упрямства и непокоривости словам божьим дочитали ли они что пророк илья был вместе со жрецами вала и никуда не отходил когда они по своему молились в таком случае если по их рассуждению понимать то пророк илья и есть первый и полновесный экуменист но чем закончилась его экуменическое моление он подрубал их головы устроил чеченский секир башка и он прокатился по рядам тогдашних парторгов и поток кессон сделался негодным для питья читаем в третьей книге царств 18 глава с 26 по 29 стихи и взяли они телеца который был дан им и приготовили и призывали имя вала от утра до полудня говоря валя услышь нас но не было ни голоса ни ответа и скакали они у жертвенника которые сделали полдень или я стал смеяться над ними и говорил кричите громким голосом ибо он бог может быть он задумался или зале чем-то или в дороге а может быть и спит так он проснется и стали они кричать громким голосом и кололись себя по своему обыкновению ножами и копьями так что кровь лилась по ним прошел полдень они все еще бесновались до самого времени вечернего жертвоприношения но не было ни голоса ни ответа ни слуха и сказал или яфе святянин пророком вала теперь отойдите чтоб и я совершил мое жертвоприношение они отошли и умолкли мы знаем достоверно что когда пророк или я молился то пророки вала тут же стояли и конечно же кто-то из них мог уже усомниться в истинности своей веры и мог быть участником молитвы пророка или и в своем уме мог хотя бы предположить что молитва пророка могла быть осквернена в кавычках участие в ней нечестивца и даже не эритика сатаниста и притом ни одного но пророк или я немало как видим о том не беспокоился у него более трезвое разумение о молитве иеговича старообрядцев его знает твердо что никто не помешает ей он не махал руками на валовых жрецов чтобы они отошли от него и не осквернили его молитву и бог услышал молитву своего посланника и исполнил ее с неба не спал огонь и пожирал жертву мне еще ни разу за 42 года миссионерской работы не пришлось встретить человека кто мог бы повторить слова апостола павла по отношении самого себя первое послание коринфянам 9 глава с 19 по 27 стихи ибо будучи свободен от всех я всем поработил себя дабы больше приобрести для аудеев я был как иудей чтобы приобрести иудеев для подзаконных был как подзаконы чтобы приобрести подзаконных для чуждых закона как чужды закона не будучи чужды закона перед богом но подзаконен христу чтобы приобрести чужды закона для немощных был как немощный чтобы приобрести немощных для всех я сделал совсем чтобы спасти по крайней мере некоторые сие Те же делают для Евангелия, чтобы быть соучастником его. Не знаете ли, что бегущие на ресталища бегут все, но один получает награду? Так бегите, чтобы получить. Все подвижники воздерживаются от всего, те для получения венца дленного, а мы не дленного. И потому я бегу не так, как на неверное, бьюсь не так, чтобы только бить воздух, но усмиряю и порабощаю тело мое, дабы, проповедуя другим, самому не остаться недостойным. Покажите мне на практике, как это было у вас. Как это было лично у вас или у ваших знакомых, или читали ли где, у кого это было в России за тысячу лет. Мне же приходилось быть у пятидесятников и баптистов и молиться там. Но ни в одной еретической молитве никогда не участвовал. То есть не соединялся со словами, какие они говорили на молитве, если эти слова не были по Библии. Иногда они заканчивали молитву так. Во имя Отца и Сына во Святом Духе. Это уже не по православному и я никогда на такую молитву не говорю аминь. Что мне это дало? То, что пришли оттуда люди, приняли православие. Теперь они священники и тысячи людей познают через них истину. Первое послание Коринфянам, 9 глава, 2-3 стихи. Старообрядчество, как древний динозавр, отказалось развиваться и потому обречено на вымирание, на скелетирование останков в воспоминаниях о прошлом. Ностальгический синдром о дониконовской в кавычках истине. Они никогда не смогут быть в путешествии с апостолом Павлом и быть такими гибкими, как вселенские проповедники благодати Божии не поймут его двойственного отношения к наиважнейшим вещам, как к обрезанию. Послание к Галатам, 5 глава, 2 стихи. «Вот я, Павел, говорю вам, если вы обрезываетесь, не будет вам никакой пользы от Христа». Книга Деяния, 16 глава, 1-3 стихи. «Об отце его, что он был елен». Преступно злиться, благо забывая, какое ты когда-то получил. «Грехи багряные, как говорит Исаия, сфер фиолетовые брызнули лучи. Не дай Господь, не приведи помилуй, чтобы эта тьма взвихрилась, подхватила и избавь. Не допусти, Создатель милый, чтобы вместо хлеба кирпичи тротила. Ожесточение твердей гранитных скал и неприступней крепости Нагорной. Об этом Соломон давно сказал. Да поделюсь с врагом последней коркой. Как нижний круг на мельнице соседа Ожесточило сердце у сестры. Мой голос для ее здоровья вреден, Не захотела дверь души открыть. Румянец нездоровый, накипь злобы, Не скрыть по телефону и заочно. Мне не простить грозит рука из гроба, Шизофренией украшаясь прочной. Дымятся обгорелые застолья От бывших свадебных подарков, поздравлений. За месяц выплеснули рты злословья Столько, что перебиты у мозгов в голени. Утишь их, Господи, каскадом, водопадом, Безбрежной милости Твоей милосердием. Воспоминания из прошлого от радой Доукрашают слух и словно серьги. На память приведи им, Боже мой, Места писания, смиряющие ярость. Надежды не лиши, пока их мозг живой. Умиротворение встретит пусть их старость. Не гром и молнии на крыше им на череп, Охолони огонь гиенской страсти. Их самарянка ждет, воды спешит начерпать. Знак примирения ко дню Христовой Пасхи. 15 декабря 2004 год Игнатий Латкин Субтитры создавал DimaTorzok